27 августа 2024 год, еще одно видео, внеплановое. Посмотрел только что Христа Грозева интервью, беседу с Гордоном. Ну, в принципе, чтобы было понятно, я сослуживца спросил, ты знаешь, что такое Христа Грозева? Это не аналитик, не прогнозист, как, допустим, Агиль Рустам Задея или этот самый Рамис Юнус. Это расследователь, то есть он говорит о фактах тех, которые он там уже знает. То есть он там вычислил когда-то российских этих шпионов по паспортам, что у них в паспорте номера шли один за другим. Ну, толковый мужик, кто не знает, посмотрите, есть там что. Так вот, что он сказал, что, в принципе, на вопрос Гордона по поводу того, есть ли намерение у окружения Путина покушаться на Путина, сказал Христо Грузев, что, во-первых, такие попытки уже были, планы такие были два года назад. Год назад Пригожин попытался, не довел до конца по объективным причинам, как сказал Христо Грузев. Но прямо сейчас они рассуждают, его окружение, ну, групповой Путин, скажем так, о том, что надо его, конечно, уже отстранять от должностей, убирать как-то, потому что, как бы, явно что-то пошло не туда, Акела промахнулся. Ну, это уже я говорю, да? То есть, что важно здесь, что это не прогнозы, там, как я там говорю, да, серебряная пуля в России, это табакерка, да, вы просите. То есть, этот человек говорит о том, что он, там, прослушку слушает, там, какие-то конфиденциальные информации, там, какую-то выуживает. То есть, это уже состоявшийся факт. И сейчас они просто ждут, кто первый скажет, а, понимаете, ну, то есть, пускай начнет кто-нибудь, кроме меня. Ведь там, когда Гордон говорит, что, а вот же сейчас там, кто там этот, блин, забыл, как мужик, который говорит, что надо с этой войной прекращать, Дерипаска, 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 там, говорит, осмелел уже до того, что начинает говорить, что войну надо прекращать, она никому не выгодна и в таком же духе. То есть, ну, и Христо Грузиев говорит, что да, это как раз признаки того, что уже находятся люди, которые не боятся высказывать свое мнение. А так, в принципе, я сегодня смотрел, про Потанина мне вообще понравилось, Норникель, это одно из крупнейших предприятий. Я помню, еще где-то месяца 4 назад было, что я шутил по поводу того, что Потанин собирается в Китай вывозить производство, потому что из-за санкций невозможно работать в России. Я сказал, что он будет Потанин теперь по-китайски, вообще во Вьетнам, вообще в Китае, не помню уже. Ну, вот там сейчас говорят, что идеальный шторм получился по перехвату эти там московский консомолец или Москал Таймс, это я у Яковина уже увидел, что получили доступ к документам о том, что одновременно и ставка повышается. Сейчас 18 ставка, это самая ключевая ставка в России, в Украине, на которую Россия напала 13,5, и она снижалась в последнее время, там, с 15, а у Россия, наоборот, подымается и собирают, там говорят, что будет 20-22, вот в сентябре. Ну, ладно, это узкоспециализированные такие вещи экономические, но это нехорошо для экономики России, 100%. Так вот, в Норникеле одновременно получается, что и высокая слишком ставка, кредиты брать очень дорого, и упали цены на металл, в общем, и санкции, в общем, все сразу одновременно все накрывается. То есть, «Газпром» у нас уже в убытке, да, мечты сбываются, 500 миллионов, там, под 500 миллионов миллиардов, отставить, 500 миллиардов практически, 400 с чем-то миллиардов рублей, убыток за первые полгода 2024-го. И теперь еще и вот этот Норникель тоже показывает убытки. Осталась только нефтянка, а по нефтянке, когда сегодня, вчера в Омске рвануло, блин, это крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие, наполовину уменьшив мощность. Наши там какие-то агенты работают, просто красавцы, не знаю, СБУшники это, там, или разведка, блин, наша так работает, ну, просто, просто красавцы. Тут же сгорело вот это вот 66 этих цистерн, которые там, да, где там были, в Пролетарском, как оно называлось, тут потопили паром вот этот в порту Кавказ, который с 44-мя. Ну, в общем, ждем, пока по сигналу рухнет крымский бост. СБУДУ Украина, ребятки, просто хотел поделиться хорошими новостями, мало ли, может, кто-то пропустит, а про Христогрузию вообще это редко он, я вижу такие, а это очень хороший знак. Серебряная пуля в России это табакирка, ждем шарфика, все будет Украина, не понимаете.